Петр Степанович. Когда мы поднимаемся, то есть, когда мы находимся в школе, мы находимся в школе. В школе все было ремонта, но не было в Узагуре, но не было информации, но не было. Спасибо. Чтобы точно ответить на вопрос, я не до конца понял, если можно на русском. Микрофон. Ну, так расскажите, про что вы поняли. Я готов ответить на ваш конкретный вопрос, Александр Степанович. Спасибо. 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 Пётр Степанович. Пётр Степанович, микрофон не включает. Я шла в двух школах. Это кошмары Маргавушского района, девятилетка, где в одном классе 8-9 учащих на сегодняшний день, насколько я знаю, а класс рассчитан на 12 человек. Как при этом, вот в этой золотой школе, я её назвал, вообще идёт выплата зарплаты с учёным какой нагрузки преподавательскому составу, если, допустим, норматив, насколько я знаю, 14 сельская местность, а в городской вообще 25 бывает и выше. И вторая школа, это город Солнце, это явно Шачебасарского района. Какая мощность этой школы по приёму детей учащихся, сколько сегодня реально обучается в этой школе, из скольких деревень туда подвозят детей, какая заполненная имя сегодня, соответственно, и как используется старость дальней школы, которая, в общем-то, была в достаточно хорошем состоянии. Кошмарше Маргарушевского района и Яноше Чебасарского района. Спасибо. Да, вопрос более чем конкретный. Я думаю, мы вам дадим ответ в его письме. Спасибо.